В редакцию рубрики Автоликбез поступил вопрос от телезрителя. Он пишет, слышал, что готовятся какие-то изменения в правилах дорожного движения Республики Казахстан. Вопрос, чего стоит ждать нам, водителям? В правила дорожного движения планируется внести изменения. Какие основные изменения? Первое. Планируется в экзаменационных вопросах для сдачи экзаменов на получение водительских прав категории Б исключить вопросы, связанные с грузовыми автомобилями или автобусами. Вот это хорошее изменение для тех, кто сейчас учится на получение водительских прав и для преподавателей руководства автошкол. Они могут так спланировать свои программы, чтобы исключить ненужную информацию и все силы направить на то, что нужно будущим водителям. Вводятся изменения для пешеходов. Так называемые правила двух полос. Пункт 13.1. При повороте направо или налево водитель транспортного средства должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по направлению движения, на которую он водитель поворачивает. То есть написано непонятно, размыто. Сейчас более конкретизировано. Если находится пешеход на расстоянии двух полос, значит можно спокойно проезжать. Если он меньше двух полос, то нужно уступить ему дорогу. Вводится понятие мобильный инспектор. То есть планируется исключить остановку транспортных средств, как говорится, было такое понятие, без необходимости. Сейчас, так как все основные страховые полисы уже в электронном виде, вводится техпаспорт в электронном виде, то есть уже нет необходимости возить с собой ненужные документы. И при помощи технических средств дорожные инспекторы при помощи ноутбука, компьютера, значит даже телефона, могут по сканированию номера определить все данные по данным автомобилям. Появляются электромобили на наших дорогах. Для них вводятся льготы, то есть они могут двигаться по полосам, предназначенным для движения маршрутных транспортных средств. Дальше электроскутеры, значит, мокики электрические также приравниваются к обычным скутерам и, значит, мокикам. И теперь самое спорное, на мой взгляд, изменение, которое планируется ввести, это водители велосипедов хотят приравнять к пешеходам. А вот сами велосипеды планируют отнести к средствам отдыха. Причем это средство отдыха может ездить по велосипедным дорожкам при их наличии, могут ездить по тротуарам, не создавая помех пешеходам. И самое главное изменение, которое хотят ввести, сколько лет мы боролись, писали письма в МВД, что сколько аварий, вот я знаю, что велосипедисты ездят на велосипедах по пешеходным переходам, сколько аварий из-за этого случается. Сейчас планируется разрешить велосипедистам пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. Ну хорошо хоть по регулируемому пешеходному переходу. Почему хотят это ввести? Потому что правило не ездить велосипедистом по пешеходным переходам не действует, поэтому решили разрешить. И еще планируется, если это будет введено, то будут изменяться общие положения, значит там пешеход будет по-другому, водитель тоже будет по-другому, будут вводиться новые знаки и также будет введена разметка велосипедной дорожки. В настоящее время табличка есть в велосипедной дорожке, а разметки нет. Вот такие основные изменения, которые будут вводиться в скором времени.